Так, ну что ж, а сегодня мы должны просверлить отверстие для фигуры. Для фигурки вот здесь вот оно будет располагаться у нас, вот здесь по центру. И вот здесь, досюда, вот до этой вот точки, мы должны его просверлить внутри. Как раз будем использовать сверла диаметром в начале 3, потом 4 и окончательно 6 мм. Будем использовать ручную дрель, потому что у нас электрической нету. И, соответственно, будем крутить тихонечко струбциной. Поджали предварительно, будем надеяться, что это хватит. Вот, в принципе, такая первоначальная подготовка была проведена. И здесь уже поджали, соответственно, вот здесь вот. Поджали к подоконнику и сейчас будем сверлить тихонечко. Почти все сверло будет выбрато, 35 мм в ширину. И в дальнейшем сейчас уже продолжим. Дальнейшее сверление будет другим сверлом и я уже расскажу, окончательно получивший результат. Так, ну что ж, а вот мы, значит, предварительно отверстие диаметром 3 мм мы проделали. Использовав вот это сверло, мы проделали 3 мм. Здесь у нас показалась стружка такая вот. Забилось немножко сверло от дерева. Вот его трудно убрать. В принципе, оно убирается довольно-таки легко. Можно даже у камня так почистить. И, в принципе, сверло уже готово к работе. Вот эта стружка, она убирается. И проблем нет. Сейчас мы будем использовать сверло уже большего диаметра, потому что нам надо окончательно диаметр 6. Мы используем сверло 4. Вот я его приготовил. Вот это у нас верхняя часть. Это у нас будет входить в само дерево. И вот это ограничитель. То есть я намотал, просто взял двухсторонний скотч. Намотал скотч. И вот это ограничится сверлением. То есть вот до этой вот у нас. Вот до этой вот передней штуки. Вот эта вот вся часть, все сверло зайдет, должно зайти. То есть лишнего, чтобы я не вкрутил туда непосредственно в этот не попало. Сейчас мы будем сверлить. Дальше уже покажу результаты, как у нас просверлилось. Такое получилось у нас отверстие. Глубина у нас 37 миллиметров. Собственно, я вот замерял. Здесь покажу сейчас. Сверлить нам надо 37 миллиметров. Довольно-таки немало, прямо скажем. Ну ничего. Сейчас будем сверлить и посмотрим результаты. В дальнейшем уже покажу. Так, ну что ж, а вот мы 4 миллиметра сделали. Ну, конечно, 4 уже тяжело. То есть вот применялось сверло на 4. Вот оно. Сверло на 4. Сначала променял медленный рез. Вот с помощью вот этой вот. Вот этой вот. Сюда вставил насадку. Вот эту вот ручку. Это у нас медленная скорость. Это более быстрая. Вначале медленный рез использовал. Но до какого-то момента не хватило. То есть потом пошел быстрорезом. И дело пошло. То есть вот мы 37 миллиметров. Вот этот вот наконечник мы смогли просверлить уже вглубь. И сейчас остался финальный этап. Берем сверло на 6 миллиметров. Вот оно. И уже будем смотреть, как оно пойдет. Оно, конечно, очень тяжелое, толстое. Но посмотрим. Должно, конечно, пойти. Но не знаю. Очень тяжело. То есть 4 миллиметра вручную сверлить уже в дерево. Довольно-таки тяжело. То есть даже несмотря на физическую. Вашу подготовку. То есть это будет довольно-таки тяжелое мероприятие. И здесь уже, конечно, лучше использовать механическую электрическую дрель. Но, к сожалению, приходится использовать подручные материалы. Поэтому сейчас будем сверлить. Смотреть дальше, что как получится. Все покажу. Все засниму. Смотрим дальше. Так. Ну, собственно, вот мы сделали отверстие. Вот оно у нас получилось 6 миллиметров. Смотрим. Вот оно у нас тут, конечно, не видно. Но вот так мы проделывали. Переместил я немножко струбцину в другое место. Чуть-чуть поджал по-другому. И рот дело пошло потихоходно. Сверлить можно. То есть если вы используете тихоходную передачу. В данном случае вот этого. То проблем в принципе никак нет. Вот на сверлом здесь ответил 37 миллиметров. Отметили глубину. И сверлили. Все нормально. Вот такой вот сегодня был обзор. Сверление отверстий в древесине. Поджатие струбцины. Используем разных сверел диаметром 3,4 и 6 миллиметров. Всем подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Комментируйте. Оставляйте хорошие отзывы. Всем пока. До новых встреч. До новых обзоров. И сегодня у нас был вот такой вот обзор небольшой. Всем пока. Ставьте комментарии. Оставляйте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.